Всем привет! Тут в комментарии спрашивают, как сделать красивую кнопку с текстурой. Сначала мы должны подготовить какие-то текстуры, и не одну, чтобы была кнопка красивая, а три. Одна текстура будет просто для кнопки, другая текстура, когда мы делаем ховер мышкой, значит проводим мышкой через нашу кнопку, но не нажимаем. И третья, когда мы нажали мышку на нашей кнопке. Ну вот у меня три изображения видно. Полупрозрачная, более синяя это нажатая, и такая обычная кнопка. Сразу хочу обратить внимание, ребята, когда вы размещаете изображения в Roblox, они выкладываются на сервер Roblox. Поэтому, когда создаем игру, мы должны не просто сохранить ее в файл, а мы еще должны сделать Publish to Roblox. Обязательно, иначе картинки не добавятся. Сделали Publish to Roblox. После этого открываем Game Explorer, вкладка View, Game Explorer, если у вас нет. Идем в папку с картинками, Images. Кстати, показываю, как удалить. Правой кнопкой Remove from Game. Roblox спрашивает, действительно хотите удалить? Да. И она удаляется не с вашего компьютера, она удаляется с удаленного сервера Roblox. И помните, когда вы добавляете свои картинки, кстати, можно добавить правой кнопкой вот так, или можно сделать импорт. И можно сразу добавлять кучу картинок, которые вы временно подготовили. Выделяем все изображения, какие хотим добавить. Так. Вот они добавляются. Первая загрузилась на сервер, вторая, третья. Так что теперь эти изображения хранятся на сервере. И когда вы запускаете игру, эти изображения берутся из интернета. И помните, если вы эти изображения украли, не дай бог, вашу игру могут заблокировать. Просто автор этих изображений, даже если это не с сайта Roblox, с любого, если автор найдет, вашу игру блокируют, и аккаунт блокируют. И все. До свидания. Так что желательно делать самим. Так. Картинки загружены. Теперь нам Game Explorer в принципе не нужен. Что делаем? Делаем стартер GUI. Так как урок не про GUI, а про кнопки. Просто добавили скрин GUI. Это интерфейс, который будет появляться при загрузке игры. И он там и будет оставаться, если мы никаких скриптов не напишем. Так. Сразу же совет. Вот видите, вверху у нас появилось меню. Если что, до него можно добраться через вкладку UE. Так. Но мы должны стоять на текущем скрингу и куда добавляем кнопки. Ну ладно. Начнем с кнопки. Нам нужна кнопка стеклуры. Image Button. Нажимаем. Ставим. Размер пока не важен. Сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Так. Давайте сразу переходим. Здесь у нас есть в свойствах Properties нашей кнопки. Есть такой раздел небольшой. Image. Тут нужно выбрать три изображения. However Image. Это когда мышкой мы проводим... Так, ребят. Вот у меня подгружаются картинки. Я их пока не вижу. Давайте вернемся в View. Game Explorer. Я покажу. Видите, здесь тоже картинки не видно. Чтобы увидеть, какие картинки... Потому что по именам вы можете не ориентироваться. Нажимаем вот здесь. Закрываем эту вкладку. Вот здесь уже мы видим изображение. Так. Ну и ховер. Ховер. У нас будет Button 1. Окей. Так. Идем в свойства опять нашей кнопки. Ховер. Ну и вот здесь подгрузилось. Button 1. Просто изображение мы делаем. Button. Вы делаете как угодно. Кстати, можете ховер и обычное изображение оставить без изменений. Тогда у вас просто вот так вот не будет изменяться изображение. Ничего страшного. Во многих играх вообще используют только одно изображение. А выглядит оно симпатично. И помните, что все должно быть выдержано в одном стиле. Значит, шрифты используйте одинаковые. Ну, по крайней мере, в каждом из интерфейсов следите за тем, чтобы шрифт был одинаковый одного размера. Кнопки были примерно одинакового размера. Так. Что у нас осталось? Нажатая кнопка. Для нажатой кнопки изображения. Пресед, имидж. Вот более такой синий. Вот здесь даже видно. Можно без эмулятора. Я щелкаю и просто вижу, как все работает. Ну, давайте сделаем размер, который нам будет. Так как я взял текстуру большого размера, 900 на 300 примерно, он отлично, эта картинка масштабируется. Никаких зубчиков вот здесь по краям не видно. Давайте я кнопку все-таки сделаю немножко крупнее, потому что здесь вот я уже вижу такой интересный эффект. Вроде бы кнопка у нас с прозрачностью, а почему-то углы белые. Все дело в том, что под кнопкой всегда идет прямоугольник. Вот его цвет, Background Color. Мы цвет, конечно, можем изменить, но тем не менее он остается. Его нужно просто убрать вот здесь. Background Transparency, прозрачность. Мы его делаем, чтобы он был полностью прозрачным. Тогда все отлично. Вот видите, как и задумывал, что неактивная кнопка полупрозрачная у меня. Это уже свойство не Roblox, это я сразу картинку, которую экспортировал вот здесь, вот эта кнопка. Она сразу, видите, немножко просвечивает. Она полупрозрачная. Так. И что же у нас, что же дальше будем делать? Сразу перед тем, как вы начали эту кнопку делать, вы ее, скорее всего, потом размножите для других пунктов меню. Давайте сразу установим точку привязки. По умолчанию она в левом верхнем углу. Вот здесь таким прямоугольничком черным, более темным выделено. Не знаю, видно или нет. Пишем 0.5. Чтобы сделать посередине, вот здесь у нас точка привязки. Это будет очень здорово для масштабирования, для увеличения размеров, для центрирования. Так, 0.5, 0.5. Все, кнопка готова. Далее, рекомендации такие, что проверять нужно свои кнопки. Ну, давайте тест. Включаем эмулятор и выбираем устройство. На старом айфоне, видите, у нас еле помещается наша кнопка. На более новых айфонах все нормально, на айпаде вообще вот так. И смотрите, у нас здесь как бы разделение планшеты и, ну, понятно, дисктоп это компьютер, отдельная речь, но телефоны и планшеты. Рекомендация такая, делать отдельный КУИ, графический юзер интерфейс, для мобильных телефонов и для компьютеров. Два, не заморачивайтесь с масштабированием, с таким, потому что зачастую оно выглядит довольно уродливо и тяжело все отступы высчитывать и размеры. Поэтому достаточно в играх, ну, обходится обычно двумя интерфейсами. Один для мобильных игроков, те же самые кнопочки, просто вот дублируют скрингуи. Вот у вас он будет с другим названием, допустим, но я сейчас удалю. Просто вам показал. И будете активировать либо тот, либо тот при входе в игру, когда вы узнаете разрешение экрана. Так, к кнопочкам красивым возвращаемся. Выключаем эмулятор. Ну, вы поняли, что обязательно тестируйте в эмуляторе сразу кнопки. Давайте я сразу исправлю, что у нас было немножко не так, возможно. Так, я размер... Размер кнопки немножко уменьшу. И, кстати, смотрите, вот меняем размер влево-вправо. Если я зажму shift, то он будет пропорционально увеличивать и уменьшать еще и по вертикали. Так. Размер нужно было уменьшить немножко. Давайте еще раз глянем эмулятор. Так, на самый маленький айфончик. Ну, я думаю, здесь пример нормально. Но вы посмотрите, как позиционируется. Мне пишет, сколько пикселей доверха, сколько пикселей справа и так далее. И размер кнопки, вот у меня написано в пикселях. Так, эмулятор, ладно, отключаем. И давайте, перед тем, как будем позиционировать кнопку, сделаем все-таки все по уму. Это мы добавим в Screen GUI Frame. Frame это такая рамка. Внутри этой рамки мы добавим нашу кнопку. Вот. Ну, Frame сделаем побольше. Фон потом мы его отключим. Видите, вот я начинаю двигать, масштабировать. И, естественно, масштабируется все, что находится в Frame. Так. Масштабируется, перемещается. Я предлагаю вот что делать. Так. Изменим тоже точку привязки нашего Frame. На 0.5, 0.5. Чтобы он центрировался по середине нашего экранчика. А иначе вы все настроите. И он вот так вот ускочит в угол. Так. Смотрим позицию. После того, как... Вот у меня позиция отлично встала. Тоже середина. Так. Можно, конечно, этот фрейм, чтобы он нам не мешался, можно сделать его прозрачность. Background Transparency. Вот этот вот цвет фона. Он не важно, какой фрейм. Кстати. Вместо фрейма вам никто не мешает красивую картинку добавить. Например, мяч лейбл. Ставим на мяч лейбл. Выбираем тоже картинку. Но я имею в виду, что фон этих... Фон для меню. Но, честно говоря, меня раздражает фон непрозрачный. Я хочу увидеть, что там происходит в игре. В этот момент. Хотя бы через полупрозрачные кнопки. Или через расстояние между ними. Так. Frame, frame, frame. Чтобы он нам не мешался, мы можем сделать его прозрачным полностью. В чем минус? Я не могу его, даже если фрейм активный, я его не могу двигать по экрану. Так что я предлагаю во время отладки, пока вы еще дизайн делаете своего... Свои менюшки. То сделать хотя бы полупрозрачный. Нет. Вот. Полупрозрачный, но он мне дает двигать. Отлично. Так, уберу этот красный цвет. Кстати, насчет цвета. Смотрите, как можно цвет выбирать. Например, фона. Здесь есть кнопка pick screen color. И вот мы двигаем курсором. И он под курсором. Мы можем даже залезть в наш редактор. В открытое окно и так далее. И взять тот цвет, который под курсором. Вот я выбираю что-то. Так. Но на изображение он не смотрит. Он смотрит на то, что у нас на экране игры. Интерфейс сам он игнорирует. Ну ладно. Все равно можно применить, наверное. Если вы делаете интерфейс какого-нибудь объявления на двери, то можно взять цвет. Так. Ну ладно. Возьмем тогда просто голубенький цвет. Окей. Сделаем его более прозрачным, чтобы он нам почти не мешал. Так. Приступаем к кнопкам дальше. Я вам могу сказать, что, конечно, самые красивые кнопки это те, на которых, на текстурах уже есть какая-то надпись. Потому что она может профессиональным художникам стилизована быть. Но Roblox это такая вещь, что в профессиональных играх стараются сделать локализацию, перевод на разные языки. Это отдельный урок, наверное, нужно сделать. Вот видите, тут в каждой кнопочке для каждого изображения есть такой раздел локализация, перевод. Так что можно сделать, что если вы русскоязычный, у вас Windows русскоязычный, вы заходите, у вас менюшки на русском языке. А для англичан и остальных на английском и на других языках. Для этого у нас есть вот вкладка локализация. Но пока не заморачивайтесь этим. Так. У изображения мы уже сделали центрирование. Так. Позиция. Позиция тоже важна и хороша только после, ну, настраивать позицию, значит, положение нашей кнопки внутри фрейма. Только после того, как вы сделали точку привязки. Если она в центре, то все, можно двигать. Или давайте я вам сделаю, ну, просто покажу плохой пример. Как было? Нужно было с этого начать. 0,0. Точка привязки. Теперь разместили вроде бы красиво кнопку. И начинаем увеличивать, уменьшать наш фрейм. Смотрите, что происходит. А теперь давайте у нашей кнопки опять сделаем точку привязки. 0,5. Точка 5. Точка 5. 0 можно не писать. Я обычно пишу. Так. Все. Теперь центровку включаем. Теперь давайте изменим размер фрейма. Видите, у нас кнопка по центру фрейма осталась. Это очень хорошо. И мы фрейм можем тоже двигать по экрану. А еще интересная вещь. Вот для чего нужны фреймы. Мы в одном скрингуи можем несколько вкладок сделать. И мы можем каждый фрейм отключать. У фрейма есть... Извините. Active это немножко другая штука. Так. Visible. И все содержимое фрейма становится сразу невидимым. И конечно экшены нажатия на кнопки тоже не будут срабатывать. Если так сделать. Так. Ну давайте наконец добавим какой-нибудь текст. И сдублируем пару кнопок. Так. Текст мы будем размещать с помощью TextLabel. TextLabel это просто нанесение текста. Он ничего не делает такого. TextLabel. И давайте я его в кнопку несу. Чтобы он вместе с кнопкой у нас двигался. Так. TextLabel тоже нужно. Позиционирование сразу меняем. 0.5 0.5 Теперь можно центровать. Видите кстати в Roblox. Относительно недавно добавили вот эти линии для центрирования. Которые показывают что. Вот мы по вертикали и по горизонтали. Отцентрировали. Так. Ну давайте. Имя не важное здесь. А у кнопок я все-таки. Я давайте кнопку нашу переименую. BTN. Вот она один. Так как этот вспомогательный элемент не несет никакой функциональной нагрузки. Не переименовываем TextLabel. Мы просто должны там изменить текст. Выбрали текст. Так. Что у нас содержит? Там написано Label. Давайте сделаем. Начать игру. По-русски. Чтобы у нас было немножко симпатичнее. Кстати, смотрите. Есть такая галочка масштабировать текст. Он автоматически по ширине нашей рамки масштабируется. Но это не всегда хорошо. Давайте я вот попробую фрейм наш. Так. Ну у нас с масштабированием кнопки я ничего не сделал. Поэтому мы этого не видим. Так. Ну. Если вы будете использовать масштабированием. Вот такое текста. То обязательно проверьте как это ведет себя на эмуляторах. Ну в принципе все нормально. Все нормально. Проверяйте центровку и так далее. Вдруг где-то что-то забыли поставить. Так. Возвращаемся к нашей кнопке. Мне не нравится белый фон вокруг. И мне не нравится шрифт. Что можно сделать? Так. Окей. Кстати вот заметьте что размер. Размер нашего текст лейбла указан в пикселях. 200 и 50. Значит ширину он 200. Оно вот он здесь у нас показан. Вот. Мы можем сделать например вот так. Мы можем текст разместить по ширине всей кнопки. Ну родительского элемента. Поэтому пишем 1.1. Вот так. Видите у нас полностью текст занял весь объем нашей кнопки. Я сейчас сделаю прозрачный фон чтобы мы увидели нашу красивую кнопочку. Так. Так. Вот. Беграунд белый цвет. И моего прозрачности. Делаем чтобы вообще не было видно. Меня не устраивает вот такое положение. Что же делать? Давайте сделаем чтобы он занимал не полностью весь прямоугольник. Который. Ну размер кнопки. А мы сделаем отступ. Давайте сделаем вот так. Единица это значит ширина полностью все. А здесь мы пишем например минус 20. Это значит минус 20 пикселей с боков отступ. В глубину. Видите вот здесь 20 пикселей и здесь 20 пикселей. Но что-то я тут не сильно вижу. Так. Мы может быть текст не центровали. Да. У нас во-первых позиция не 0,5, 0,5. Давайте вот 0,5. И здесь 0,5. Тогда будет виднее. Во. Так. По вертикали можно тоже сделать конечно. Но это видите тут не влияет. Потому что ширина у нас здесь на ширину текста повлияла. Так. Border Size убираем. Так. У нас есть украшение. Украшение для текста. Так. Текст выбран. Ага. Вот. Вот у нас есть раздел который касается текста. Во-первых выбираем шрифт. Ну мне нравится Sci-Fi. Здесь много шрифтов. К сожалению. Вот когда у нас так увеличен шрифт. Ну Sci-Fi все равно довольно симпатичный. Так. Что здесь можно сделать? Сделать обводку можно красивую. Так. Обводка. Где у нас? Вот. TextStroke. Черным цветом обводится. Давайте сделаем. Я сделаю сначала красным. Чтобы мы увидели. И. Так. TextStroke. Вот он полностью прозрачная единица. Здесь к сожалению можно указать либо единицу, либо ноль. Нельзя сделать полупрозрачной. Так. И. Давайте посмотрим. Что-то у меня не показывается. Так. Что у нас делает? А. Вот почему-то уже видно. Не знаю. Что там должно было произойти. Почему не сразу показалось. Так. Смотрим эмулятор. Нормально. Я думаю и на iPad видно. Так. Full HD. Разрешение экрана. Ну в принципе сойдет. Но я вам уже сказал, что нужно делать. Желательно два. Два различных. С разными размерами. Отдельно настроенных. Гуи. Для всех вариантов. Ваших менюшек. Кировых. Так. Ну вот эта штука. Текст. Транкейт. Это обрезать текст. Который не уезжается. Так. Давайте я еще наверное расскажу про Zitindex. Пожалуй. В принципе. Скопируем кнопочку. Что бы у нас были. Так. Что-то у меня. Не хочет двигаться. Давайте сразу переименуем. Button 2. Так. Ну можно. Можно у нашего баттона изменить Zitindex. Тогда он будет наверное хвататься. Вот давайте десятку делаем. Так. И вот я его могу хватать и таскать. Что такое Zitindex вообще? Вот я про него хотел рассказать. И почему у нас текст видно. Кстати давайте запустим. И посмотрим. Как это выглядит в игре. Кстати можно некоторые пункты меню. Вот таким образом делать неактивными. Хотя как-то не очень красиво выглядит. Но если бы мы эту текстурку сделали тоже полупрозрачной. То было бы нормально наверное. Так. Да. Вот. Отлично. А здесь плохо. И так Zitindex. Представьте что у вас есть. Как обычно объясняют Zitindex. Кто-то знаком наверное по игроделу. Если кто-то работал со спрайтами тоже. Ну это как стопка бумаги на столе. Вот давайте посмотрим. Я сделал Zitindex. Десятка. Это означает что у нас как будто 10 листов. Вот у этой кнопки у текстуры 10. А у текста который на ней нарисован якобы. У него Zitindex единичка. Вот он Zitindex единичка. Это означает он первым листом лежит. А сверху навалено еще 10 листов. А наша кнопка с текстурой десятая. Давайте я попробую у нашего текста. Который в этой кнопке. Я делаю например Zitindex 11. Это значит он на стопке ближе к зрителю. К нам ближе. На самом верху. Вот теперь мне его стало видно. Но если мы делаем везде Zitindex единица. То Zitindex автоматически вычисляется. Ну как бы он одинаковый. И используется порядок создания кнопок. Вот. Но вы видели что у меня была сейчас программа. Проблема из-за того что кнопки были сдублированы. И друг на друге лежали. Я выделял все время почему-то первую кнопку. Хотел. И я хотел подвинуть вторую. Так. Так как у них совпадали размеры. Название и так далее. Вот так. Давайте текст немножко изменим. Сделаем третью. И наверное на этом можно заканчивать. Я думаю про анимацию кнопок. Вы наверное видели как менюшки красиво выдвигаются там сверху. Или там кнопки улетают куда-нибудь во время нажатия. Это на самом деле делается очень просто. Буквально парой строчек кода. Но лучше этому посвятить отдельный урок. Так. Закончить. Игру. Вот ребята мы столкнулись уже с тем что мне не нравится. Мне не нравится что у нас размер шифта в одних и тех же кнопках разный. Поэтому ребята давайте не будем использовать автоматическое масштабирование. Текст скейлд. А будем использовать размер шифта. Допустим. Так. Но 60 это уже много. Допустим 40. Тогда здесь тоже делаем 40. И у нас будет совершенно. Так. Здесь я текст скейлд тоже должен галочку убрать. И все. У нас будет одинаковый шрифт. Ну что ж. На этом все. Задавайте вопросы в комментариях. Я отвечу по ScreenGui. Но вообще по ScreenGui. Вот по всем вот этим полям. Отдельно будет урок большой. Наверное не скоро. Потому что аналогичных уроков много. Можно посмотреть на английском языке. Никаких проблем. Но есть небольшие нюансы. У некоторых элементов есть очень интересные функции и свойства. Которые мы в редакторе не видим. Но в скриптах можем использовать. На этом наверное все. Ставим лайки. Подписываемся. Задаем вопросы. На короткие вопросы такие короткие будут ответы. А уроки сейчас пока идут по плану. Вот я готовлю две темы.